Это одиннадцатый выпуск Андроид Ликбез и в этом выпуске мы поговорим про синхронизацию контактов между сервисами Google и этот выпуск на самом деле будет полезен не только тем, кто пользуется Андроидом, но также и айфонами. А также хочу затронуть семейный аккаун Google, который позволяет не только делиться приложениями, фильмами или музыкой с близкими тебе людьми, а также и помочь в организации тех же заметок или календарей. Давайте начинаем. Начнем с синхронизации контактов между сервисами Google и, как я уже говорил, эта функция может помочь не только пользователям Андроид смартфонов, но также и iOS. Здесь на самом деле все максимально просто, но почему-то, по моему опыту, большинство людей не используют данную функцию. Сейчас мы зашли в контакты Google, а если, например, вы пользуетесь айфоном и до этого никогда не использовали Андроид смартфон, то можете зайти на сайт contacts.google.com и там также можно будет все это заполнить. И фишка в том, что любой человек, который использует сервисы Google, он использует какую-то из своих почт. Будь то Gmail, либо там Yandex, Mail.ru, не важно. Так вот, практически в любом сервисе Google, где есть хоть какое-то взаимодействие людей, там нам понадобится почта человека. Допустим, вы хотите отправить письмо человеку, вы используете его почту. Вы хотите поделиться файлом, вы опять же используете его почту. Пригласить человека в календарь, вы опять используете его почту. Так вот, чтобы не спрашивать у человека каждый раз, слушай, какая у тебя почта? Я вот помню, ты не давал, но я забыл, я вот не записал. Либо где-то вы записываете в другом своем блокнотике, я не знаю. Все можно сделать намного проще. Как вы понимаете, в контактах Google можно заполнить почту человека. И впоследствии, если вы ее заполните, ее, кстати, можно заполнять не одну, а сразу несколько штук. Вроде бы как ограничения нет. И как только вы заполните почту человека в вашем контактном листе, все сервисы Google это запомнят и будут использовать уже имя человека, а не почту. То есть вы можете вводить сразу тест, и в Gmail у нас выскочит какой-то выбор из почты. Не обязательно вводить там тест собака.gmail.com, просто вводите тест. В общем, давайте покажу. Мы зашли в Gmail, и допустим, мы хотим написать новое письмо нашему тесту. Что делает большинство людей? Они заходят на почту, пишут куда-то этому человеку, слушай, а скинь свой email, пожалуйста. Ждете, пока вам скинут, и потом вы уже заполняете почту, то есть вставляете email человека и начинаете что-то ему отправлять, либо писать. Но в нашем случае, если мы заполнили email человека в контактах Google, то нам достаточно просто написать его имя, допустим, тест, и видеть, я могу выбрать любую из его почт. Допустим, выбираю вторую, и все, могу писать ему сообщение, и у меня также отображается полным именем, а не как email. То же самое касается Google календаря и, например, тех же Google фото. Вот у нас, допустим, есть какая-то фотка. Это, кстати, я делал для превьюшки о зубной щетке Zucos X3. Если не смотрели, посмотрите, сейчас она вылезет в правом верхнем углу. Так вот, чтобы быстро поделиться этой фоткой с тем, кто уже использует Google фото, и они у вас заполнены в контактах, их email мы просто нажимаем поделиться. И вот у меня вылезли все аккаунты Google, с кем я часто меняюсь фотографиями, и они у меня подписаны как в моем контакт-листе, а не email. И, соответственно, если бы у моего теста был аккаунт Google, то я бы нажал на поиск, и нажал бы сюда тест, и он бы у меня здесь также вылез. Но, к сожалению, видите, у него нет аккаунта Google, поэтому я не могу ему отправить эту фотографию. И что самое прикольное, взаимодействие контактов в Google фото, если, допустим, вы добавили email человека в контакты, а потом также добавили этого человека в Google фото, отметили какой-то из его лиц, то потом Google фото может проанализировать недавние фотки, которые вы сделали, например, сходили куда-то вместо на вечеринку, на концерт, в общем, какое-то у вас было совместное мероприятие, вы пофоткались с этим человеком, и для того, чтобы ему не отправлять все фотки там, что-то выбирать, Google фото само проанализирует, где есть эти фотки, и потом в секции общей может предложить, слушай, а может быть ты хочешь поделиться вот этими пятью фотографиями с этим человеком, ты нажимаешь да, и ему автоматически отправляется ссылка в Google фото, ну просто они ему станут доступны. В общем, как вы понимаете, достаточно простая функция, добавляем email человека в контакты, а потом среди всех сервисов Google обмениваем сеть с этим человеком фотографиями, отправляем ему email, и просто вводя его имя, не нужно вводить его почту, это очень круто, я рекомендую. И второй момент в этой серии, о чем я хотел бы поговорить, это семейный аккаунт Google. И это на самом деле, как и с синхронизацией контактов Google, также работает не только для Android пользователей, но и для iOS, я почему-то в интере об этом не догадался. То есть не обязательно пользоваться Android смартфоном, чтобы воспользоваться семейным аккаунтом, можно также зайти на сайт families.google.com, в любом случае я все ссылки оставлю в описании, также можете заполнить всю необходимую информацию. Если же вы пользуетесь Android смартфоном и до этого не использовали семейный аккаунт Google, то здесь все просто, заходим в Google Play, заходим в меню, аккаунт, семейная подписка, и здесь можете добавить либо удалить участников вашей семейной группы. Что это нам дает? Во-первых, вы можете покупать платный контент в Google Play и делиться им со своей семьей, допустим, сколько я купил приложений, и это доступно всей моей семье, все эти платные приложения им также доступны, не нужно их покупать второй, третий, либо же пятый раз. То же самое касается фильмов и книг, да, если бы я покупал фильмы и книги, то моя семья также смогла бы ими пользоваться. Но в чем еще прикол семейного аккаунта по нему выше перечисленного? Если вы пользуетесь Google календарем, а я им пользуюсь достаточно активно, и если у вас есть какие-то семейные дела, например, вы пошли в кино, например, со своей семьей, с женой, неважно, и этот человек состоит у вас в семейной группе, то чтобы не создавать мероприятие и добавлять этого человека, либо же там он у себя создает отдельное мероприятие, чтобы не забыть, что там, допустим, вам через две недели нужно пойти в кино, если вы покупаете билеты заранее. Все очень просто. Любой участник семьи может создать семейное мероприятие, и оно создается как самое обычное мероприятие. Нажимаем на плюсик, нажимаем на мероприятие. Вводим название этого мероприятия, например, кино, да, и вот где у нас выбран календарь, мой основной, Джефферс Сойнс, да, мероприятие, нажимаем сюда, и здесь уже выбираем семейные, и, соответственно, когда я создам это мероприятие, оно отобразится у всех участников семейной группы в Google календаре. И если у вас в семье часто есть какие-то общие мероприятия, опять же, входите в кино, либо, например, вы договорились с кем-то о чем-то, а другому человеку нужно куда-то сходить, и у нас, например, в семье часто такое бывает, то опять же, создаете семейные мероприятия, и у того человека отобразится это мероприятие в календаре, и он об этом не забудет. И также еще одна фишка касаемо семейного аккаунта, но она у нас уже находится в заметках Google, то есть Google Keep. Например, вы ведете общий список покупок, либо у вас есть какие-то другие общие заметки, вот чтобы, опять же, не приглашать человека как отдельного соавтора, можно просто нажать на новую заметку, либо же выбрать старую, нажать на три точки, да, и если вы создаете семью, соавторы, то у вас сразу появится такая вкладка семейная группа пользователей, нажимаете сюда, и все, всем участникам семьи будет доступна эта заметка. В общем, такие вот у нас фишки, в этот раз связанные с аккаунтами, я этим на самом деле пользуюсь каждый день, так либо иначе, кому-то написать email, с кем-то поделиться файлом, и очень часто это пригождается, может быть не синиминутно, но потом через полгода кому-то нужно что-то отправить, вводите его имя и отправляйте, очень удобно. Надеюсь, что данная информация была для вас полезна, и как обычно, увидимся в следующем ролике, в следующей серии Android Web. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok